Привет, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня я бы хотела обсудить тему, которая появилась вроде как недавно, да? На самом деле она очень старая, но она уже всех достала, и по-моему почти все уже про неё поговорили. Могла бы, конечно, я себе задать вопрос, если все о ней уже поговорили, то зачем мне говорить об этой теме? То зачем мне говорить об этой теме? Но мне говорить об этой теме можно, потому что я непосредственно участвовала в ней. Нет, ребят, это не скандал с Шурыгиной, а игра, которая называется «Синий кит». Давайте вот поищем, поищем про неё информацию. Синий кит. Вот самая правильная информация. Синий кит — морское животное из отряда китообразных, относящихся к усатым китам. Самый большой кит — самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо обитающих на Земле. Поняли, блин? Однако нет. Смотрим. Что за игра «Синий кит»? Море китов, тихий дом. Вообще тренд ушёл, но, как я понимаю, весной прошлого года новая газета подняла шум вокруг этой темы, бла-бла-бла, все дела. Давайте поищем дальше. Как играть в игру «Синий кит»? Проблема шире, чем «Синий кит». Они провоцируют детей на самоубийство. Вот давайте вот сюда зайдём. Возможно, телефон мы это не прогрузит, но, я думаю, основную информацию вы и сейчас поймёте. Родители в панике. В соцсетях, как грибы, после дождя стали появляться группы, которые провоцируют детей на самоубийство. Уже 20 подростков свели счёты с жизнью. СМИ вовсю трубят тревогу, но, похоже, этим лишь раздувают пламя пожара и подогревают интерес к происходящим. Мы решили разобраться, что же это за группы, как они устроены и почему дети на них подписываются. А самое главное, как с ними бороться и стоит ли родителям паниковать. Может быть, всё не так страшно, как кажется. Ребят, на самом деле, горбатого могила исправит, но... В общем-то, вы поймёте потом, ближе, скорее всего, к серединке, к концу видео, но вот когда я вот это прочитаю, начну рассуждать, о том, почему у меня так пригорает. Как это работает? Механизм весьма прост. Ребёнок переходит по игровой ссылке и попадает в одну из групп в соцсетях. С ним сразу же связывается так называемый куратор. Сперва он старается узнать о новом участнике как можно больше, вплоть до его настроения и домашнего адреса. Затем ребёнку присылают задание, проверку на смелость. Поначалу всё выглядит безобидно. Например, приказывают нарисовать на руке символ группы. Затем задание становится всё более и более опасным. Например, исполосовать руки лезвия. Как называются эти группы? Наибольшую известность приобрела группа Синий Кит. Кроме того, известны Разбуди меня в 4.20, Я в игре, Тихий дом. Впрочем, не стоит ориентироваться исключительно на название, ведь всё время появляется новый паб. Почему дети играют в эти игры? Всё очень просто. Подросткам во все времена нравилось щекотать себе нервы и доказывать остальным свою крутость. Раньше для этой цели дети ходили ночью на кладбище и совершали другие безбашенные поступки. Теперь всё это просто переместилось в интернет. Чего добиваются создатели групп? По словам психологов, организаторы таких игр замкнутые социопаты. Они чувствуют себя униженными в реальной жизни и пытаются самоутвердиться в интернете. На самом деле, они вряд ли стремятся довести других до самоубийства. Просто им нравится чувствовать власть над другими. А власть, как известно, развращает и лишает чувства меры. Неужели никто с этим не борется? На самом деле, администраторы соцсетей постоянно блокируют подобные группы. Но они появляются снова и снова. Даже арест организатора одной из групп смерти, 21-летнего Филиппа Будейкина, не остановил других. Когда появилось это опасное увлечение? Впервые общественность о группах смерти стала известна ещё в мае 2016 года. Именно тогда увидела свет резонансная статья Галины Мурсалаевой, рассказывающая об этом смертельно опасном увлечении. Но сейчас наблюдается новый пик интереса к таким играм. Почему же этот кошмар не закончится? Потому что нельзя изменить природу человека. Всегда есть люди, которые хотят самоутвердиться за счёт унижения остальных. А большое количество подростков всегда будет желать рискованных развлечений. Как с этим бороться? Рецепт прост и невероятно сложен одновременно. Нужно научиться разговаривать со своим ребёнком, чувствовать его состояние и быть для него тем другом, с которым он в первую очередь поделится своими страхами и проблемами. «Однозначного рецепта для борьбы с группами смерти нет. Однако, зная, как это работает, можно уберечь своих детей от опасности». Давайте-ка я расскажу вам теперь всё по порядку. Почему у меня бомбит от этих групп? Во-первых, потому что такие игры появились ещё в 2007-м. И я не имею в виду эмо. На самом деле это весьма сложно объяснить. Потому что в одной из подобных, как сказать, сект, не сект, с организацией, В общем, вот из этого решайте сами. Я до сих пор не могу подобрать определение, чтобы назвать то сообщество, в котором я состояла. Это было не в интернете. Ну, точнее, изначально это было не в интернете, а потом это перетекало в интернет. То есть, ну, на самых последних этапах. У нас не было каких-то особых заданий, которые, видимо, есть в этих группах. То есть я читала, что там, по-моему, 50 заданий. У нас максимум всё это было на 13 ступенях. Да, ступенях, именно как у Арифлеймовцев, вот там, ну, короче, у этих маркетологов. Однако каждый из тех, кто состоял в таких организациях, действительно и резал руки, и в конце заканчивал жизнь самоубийством. Однако у нас была конкретная цель, нежели в этих группах. Я не знаю, какая у них цель, чего они вообще пытаются добиться. Возможно, поэтому мне сложно понять участников этой игры. На каждой ступени у нас было, по-моему, по 5 или по 6 заданий. Но они делились как на хорошие, так и на плохие. И в эти игры вступали те люди, которые теряли просто смысл к жизни. Ну, то есть они не хотели, не хотели жить. И выхода было только два. То есть либо ты выходишь из игры, и у нас это было действительно можно сделать. Цель игры была такова. Ты либо возвращаешь себе тягу к жизни, находишь новый смысл и выходишь из игры, либо ты кончаешь жизнь самоубийством. Например, вот из последней ступени. У нас была такая весёлая игра, ну, для тех, кто всё-таки не хотел жить. Называлась, по-моему, рулетка смерти или как-то так. Это всё происходило по скайпу, то есть устанавливался на скайп-плагин, который его чистил, ну, с чёрного интернета. Мы сначала бросали кости, шестигранники. У кого выпадало большее число, он к тому начинали задавать вопросы, типа, что он понял из-за времени этой игры, как бы чего он достиг, какие он эмоции испытывал, и хочет ли он умирать. Это был как бы последний шанс, чтобы выйти из игры. И в конце концов, после того, как отсеивались те, кто как бы не понял, что он хочет жить, да, ну, кто хочет жить, они отсеивались. А остальные оставались, и, короче говоря, мы брали разные таблетки из аптечки и пытались, короче, передознуться. Опять же, кидали несколько раз кости, по-моему, суммировали три броска, что ли, по два кубика. И брали таблетки, на которых было в инструкции указано, что они ведут к летальному исходу при передозировке, и мешали. Ну и получается, что у многих всё-таки получилось вести счёт жизнь. Честно говоря, это игра, в которую играла я, и которая была в нашем, так сказать, обществе очень маленьком и узком. Она научила меня очень многому, действительно очень многому. И именно, общаясь с теми людьми и выполняя какие-то задания, которые реально вызывали в тебе эмоции, ну, я поняла, что жизнь, она не такая скучная, и от тебя зависит очень многое, даже несмотря на то, что это очень многое иногда заканчивается одним днём. Ну и как бы, чтобы не быть голословной. Да, у нас тоже были, как-то называется, не самопичевание, нанесение себе увечий. Я не знаю, будет ли здесь видно. Скорее всего, нет. У меня есть и повыше, и пониже. И раньше ещё вот здесь были. Но зажили. У нас это тоже, на самом деле, не ограничивалось руками. Теперь давайте-ка разберём вот это всё. То есть кто-то, возможно, кто-то, кто присутствовал, так сказать, в нашем обществе, который помогал людям либо возвратить тягу к жизни, либо, так сказать, уйти из жизни совсем, да? Это не смешно, на самом деле. Может быть, кто-то из них начал вот это вот движение по новой. И начал очень глупо. Потому что, скорее всего, он так и не понял, в чём заключалась суть наших действий. В 4.20. Группа называется «Разбуди меня в 4.20». Да, вроде как задание они присылают, ну, ставят будильник на 4.20, и им в 4.20 присылается задание, потому что якобы человек в 4.20 в это время очень внушаемый. Честно говоря, если у меня звонит будильник в 4.20, мой организм его просто игнорирует. А если меня разбудить в 4.20, как бы это помягче сказать, тот, кто разбудит, может очень сильно огрести от меня. Мой сон — это мой сон. И не нужно его тревожить, если это не запланировано. Тихий дом. Как бы, ну, синий кит. Как бы кит, по-моему, где-то переводится как «труп». Море китов — это море трупов. И тихий дом — это, типа, дом с мертвецами, наверное, я не знаю. Неважно. Почему дети играют в эти игры? Вот, вот эта вот тема. Я, на самом деле, искала по ней информацию немножко раньше ещё, услышала, то, что, типа, там угрожают создатели этих групп самим детям, которые как-то начали играть. Угрожают, типа, вычислить по IP адрес, там, адрес, где они проживают, и убить всю семью. Но это, на самом деле, полная чушь. Убрать человека бесследно может либо профессионал, которому совсем не нужны такие игры, потому что ему за них не платят банально, либо мафия, либо какой-нибудь маньяк, но и то маньяка поймают потом. Я не знаю, почему участники этой игры боятся и всё-таки делают, то есть выбирают между убийством семьи и суицидом суицид. Ваша паника бессмысленна. То, чего вы боитесь, да? Описала ранее, что этого не будет, потому что эта нынешняя организация, она вряд ли большая. Если кто-то из организаторов будет выслеживать каждого участника, кто откажется, а я знаю, что вы можете отказаться, потому что это же глупо. Но глупо не потому, что, да, там кто-то сказал, что вот, это глупо, а глупо потому, что эта игра абсолютно ничему не учит вас. Она учит вас страху, обрастанию каких-то не тайн, а секретов, которые, если вы всё-таки решите уйти из игры и не суицидни, следы на вашем теле будут вам, будут вам же потом и мешать. Я была бы рада, если мне сами участники этой новой игры, новой, написали в комментариях, что же их в ней привлекло. Потому что она бессмысленная. Реально. Зачем делать что-то бессмысленное? Чего добиваются создатели групп? Чего они добиваются, скажите? Чего вы, блин, добиваетесь? Я понимаю, что, да, земля очистится. Земля очистится от ненужных ей людей, от глупых людей, от бесполезных людей. Но она очистится с помощью болезней, вирусов, слабых иммунок, таких же, как у меня, да. Но я ещё жива. А массовый геноцид, который вы устраиваете, вы устраиваете его среди детей, среди неокрепших умов. В любой, почти в любой момент они могли бы стать лучше. Просто факт в том, что чтобы эта игра была хотя бы полезной и не имела цели просто потешить эго-создателей этих групп, в ней должен быть заложен смысл. И смысл, хотя бы подобный нашим развлечениям. А не просто иди убейся. Неужели никто с этим не борется? Мне кажется, в конце концов, людям станет неинтересно играть в такие игры. Я на это надеюсь. Я могу сама вам выписать задания, если вы хотите как бы умереть с интересом. могу выписать вам задания, которые были у нас. Мне кажется, многие из вас после выполнения этих заданий уже уже где-то на десятой ступени поймёт, что он хочет жить. Когда появилось это опасное увлечение? Ну, я уже говорила чуть ранее, что оно появилось не в 2016 году. Почему же этот кошмар не закончится? Ну, блин, наверное, из-за чувства страха, наверное, из-за глупости и неумения анализировать ситуацию? Мне кажется, именно так. Потому что тот, кто уже решил, что он не хочет жить, вот именно решил, он просто вешается или режет вены, или стреляет себе в висок, и всё. То есть он не говорит, он делает сразу же. Но я однозначно согласна, что человеку нужен кто-то, кому он может выговориться, и желательно, если это будут родители. У меня не было такой возможности, и я скажу сразу до какого-то времени. По-моему, года до 2012, 2013. И поэтому как бы со своими проблемами я справлялась сама. Как-то иногда просила совета у других, но это не всегда стоит делать. В общем-то, не знаю, более-менее я обсудила вот это новое движение, высказала своё мнение, рассказала о том, что знаю я. На самом деле я была бы весьма благодарна, если бы этот ролик попал к большему количеству людей, чем мои подписчики. Потому что мне кажется, что всё-таки это та тема, которая совершенно не нужна миру. То есть игры ради смерти, а не ради того, чтобы понять, чего ты действительно хочешь. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайк. Также ставьте лайк, если вы против этой темы, потому что я тоже однозначно против. Если вам не понравилось это видео, и вы считаете, что я тут сижу и болтаю без дела, смело лепите дизлайк, потому что так я буду узнать, сколько вас. Я вычислю каждого по IP. Также разворачивайте описание, смотрите, чем я занимаюсь ещё, потому что это очень и очень интересно. Ты чё, не веришь, нет? Разворачивай. Оставляйте в комментариях своё мнение на эту тему, добавляйте это видео себе в соцсети, делитесь с друзьями. Возможно, те, кто участвуют в этой игре и не могут из неё выйти, но хотят, как бы смогут написать мне, и я разжую им эту тему чуть более подробно. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.